Девушки отдыхают 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 Калининградскую область после войны, жили в городе Нестер, в Калининградской области. Изначально вообще Пацаев не был космонавтом, да, то есть он занимался приборостроением, работал в свою службу, потом попал в бюро к Королёву, то есть вообще было... И интерес Пацаев к звёздам, его навыки, заслуги заметил сам академик Королёв и предложил ему вступить в звёздный отряд космонавтов и начать уже готовиться непосредственно к полётам в космос. Пацаев написал заявление на имя Королёва, его приняли и начали с долгих годов тренировок. Тренировался Пацаев вместе с космонавтами Владиславом Волковым, Георгием Добровольским, 6 лет. И, наконец, 6 лет спустя, 6 июня 1971 года в космос устремилась ракета с кораблём «Союз-11», на борту которого находился экипаж со стаилю трёх человек, то есть бортинженер Волков, инженер-исследователь Пацаев и командир корабля Георгий Добровольский. Это был очень важный полёт вообще для развития космонавтики во всём мире. Дело в том, что именно в тот полёт впервые были проведены первые биологические и физические опыты, первые эксперименты, первые медицинские исследования, первые фотографии в хорошем качестве земной поверхности и так далее. Полёт прошёл успешно, находились на орбите рекордное количество дней для того периода, почти месяц. И вот когда уже возвращались обратно домой с орбиты на Землю, тогда произошла трагедия. Во время спуска аппарата произошла его разгерметизация. Аппарат с космонавтами самостоятельно успешно приземляется на Землю. К аппарату спешит группа поиска, учёные, медики, специалисты, журналисты с телекамерами. Но никто в тот момент не знает, что в аппарате все уже мертвые. Открыли люк и в ответ встретилась тишина, то есть спокойные розовые лица людей, которые совершенно без признаков жизни. Настолько у всех был шот, потому что ещё несколько минут назад с космонавтами общались в радиоэфире. НКУ, университет имени Ломоносова, дешифровали эти фотографии. На самом деле это сложно было сделать, нужно было определить очертания гор и равнин, и рек, и морей и так далее. Но всё это удалось сделать. К слову, до сих пор всё это засекречено, то есть только два района расшифровали. КОНЕЦ 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 Именно отсюда происходило все управление работой и проблемой. В основном это были сеансы связи с МФС, Международной космической станцией. Работа шла практически круглосуточно, подготовка была такая очень тщательная. Погутовка была 2 часа, час, полчаса, 15 минут и 5 минут, боевая готовность. В против того, чтобы провести сеанс связи, у нас есть 75 минут, потом станция подходит на следующий виток. Бывшее место агративного дежурного, всю подробнейшую информацию записаны в текстуре журналы. В результате физических астрономических наблюдений. Проверяли, как будет работать космическая станция в космосе. То есть, как долго она выдержит гвардировку материалов. То есть, как можно сказать, какие-то мелкие совсем кусочки. Наконец-то крупные кусочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok